Алло, добрый вечер, немая света, электроэнергии, звоню на детек, никто не берет трубки. Звоните, тут сложно звонить, но можно, дворец все равно не принимает заявки, ни от кого, кроме них. А вы что, не берете заявки? Нет, у вас в доме нема света? У людей нема. В доме? Як у доме? По всему улице. На квартире чи на улице? На улицах, на поселке. Так и скажи, что на улице. Да. Передам. Алло. Да, передам, в Кримбас свет. Я завтра перейду с утра в исполком, я проверю в журнале регистрации, и че вы передавали, че нет. Какие вы можете право проверять чьи из журнала, скажите мне, будь ласка. Значит, для кого вы можете приехать и проверить журнала? Да? Ну, вы когда меняете завтра? А когда будете приходить? Я и вас проверю. А вы что? Да. Скажите, когда? Вот завтра я подъеду. Я вас буду ждать вместе с полиции. Спасибо, что предупредили. Алло, алло. Вы чули, что она каже? Она будет меня с полиции ждать. Ще раз звоним. Телефон, конкурс. Алло. Алло. Я вас слухаю. А что вы не представили, что вы? Військовый час. Я не обязан называть свое прозвищение. Я не знаю, кто вы. Моя фамилия Касианик Юрий Ефимович. Кто вы будете? Дуже приятно, Касианик Юрий Ефимович. Да. Кто вы? Как прийдете, я вас узнаю и скажу, что ты была я. Нет. Я завтра на вас напишу скаргу. Вы поняли? Добре. Недобре. Кто принимал заявку? Алло. Алло. Чергова, которая работает 19 числа с 19.30 до 8.00. По своему графику. Не на замене. Как вас звать? Вы меня отвлекаете. От чего? Вы что, спите? Вы спите, что вы сейчас... Вы сейчас, когда я с вами разговариваю... Это у вас работа, или нет? Да. Я сказала, что я приняла вашу заявку и передам ей на Крымбас электромонтаж. Так это сейчас работа проходит со мной, или я вас отвлекаю, когда до вас люди... Я работаю, да. Что да? У вас, у меня еще много свободы готовить треба. У вас один телефон, или 10 их? Один пока что. А я же, что они вам звонят. Или вы все так посылаете нахер? Кто они вам звонят? А вам звонят, не мне звонят. Дурачка, не включай. Кто они здесь? Я завтра лично до председателя зайду, и вот эти записи, что я с тобой разговариваю, я ему их включу. Ты меня слышишь? Мені тикать не треба, добре? Я вам не тикаю. Ты давай вали отсюда с Кривого Рога. Ты что тут делаешь? Ты звездкиля сюда приехала. Ты звездкиля приехала. Та не вийкай мені. Будешь на Западной вийкать оттам у себя. Ты поняла? Ты будешь на меня поліцию, блядь, еще вызывать? Я тебе устрою. У меня тоже все фиксируется. Я тебе устрою. Я завтра прийду вместе с поліцией, и ты будешь писать мені под видеокамеру. Ты поняла? Разговаривать. Добре. Добре? Давай. У меня фри через край. Что? Что? ВИХОВАННЯ ВПРЕЧЕРЕЗ КРАЙ. Дякую вам за матюки, за пікання. Так будете розмовляти зі своєю матерью. Моя мать на кладбищі тебе жде уже, поняла? Найкращего вам всього. Вона тебе жде на кладбищі. Ви поняли, що відбувається? А відбувається то, що відбувається електроенергію. А електроенергія у нас працює пічка. Ви нам не за матюки. Ось, хто вам війни устрою. Ось, хто вам метри тут вам показую. Ось, хто вам пічки дізельні. Тут показують 12,5 вольта, 18 градусів. Внизу, а то ж вообще був калатун. Чуєте, як вони розмовляють? Ось, хто вам. Я вас пускаю. Місто Кривом Рогі. Угу. Значить, в частному секторі. Отключили електроенергію. Ми ззвонилися. Значить, з Долгінцевським сполкомом. Щоб вони записали, ну, туда. В журнал зробили заявочку. Там сиділа диспетчер, контролер, як вона, хто вона така, не представляється. Начала хамити і кричати, що зараз у нас війна. І званіть самі. Я говорю, ми завтра пройдемо, проверимо в журналі. Записали ви чи не записали. Приходите сюди, вас поліція буде ждати. Значить, дивіться. Я зампредседателя общественной організації «Народний контроль». У нас по вулицях живуть, значить, пенсіонери, інваліди, дітки маленькі. Просьба, зараз до вас, щоб ви зафіксували мою, значить, скаргу, і передали на Долгінцевський райисполком. Добре, запишемо. Давайте. Скажіть, будь ласка, ваші звідущі і м'я по-батькому. Касьянік, Юрій Юхимович. А ви раніше до нас зверталися, чи ні? Так, я завжди звертаюся до вас. Я журналіст і общественна організація. Все фіксирується, все в ютубах, фейсбуках, вилажуються. Значить, всі от ці негативні їхні відповідні. А що ви, будь ласка, наше прізвище? Касьянік, Юрій Юхимович. Так, так, знайшло. Ваші дані. Так, запишемо. Ого. Вона чергує зараз там, да? Да, я ж їй кажу, а як вас звати? Як же до вас обращаться? Ну, наверное, ж є імя. Батьки ж дали імя? І вона там почала. Я завтра підуся із полков. І мені треба, щоб ви передали туди, що я обращався до неї, обращався до вас. І ми будемо... А ви можете сказати номер телефону, за яким ви дзвонила? Зараз, одну секунду. Неда, зараз я встану. Зараз, тут мене записано. Зараз, одну секунду. Зараз, зараз, зараз. Це диспетчерська служба довгительського районського кому, я встану назвала? Да, 0,96. Так. 8, 8, 0. Так. 10, 10. Вона працює на диспетчерській... Ну, вона так себе повела, поніваєте? Так от... З таким... Не так самим, що що це ви сюди дзвоните, і хто ви... Вообще такі, і що вам надо? Тобто, що ви... Будь-яби я до неї дзвоню домой, поніваєте? Якби-яби до неї дзвоню, і вона так себе веде, вроде би, ну, хазяйка тут... Страниць. Зараз, вона і сполкому, да? Да, да. Це ви сьогодні дзвонили? Да, не тільки я один дзвонив. Багато люди дзвонили з дітьми. Люди біжать... Насоси ж поотключалися. Насоси ж працюють на електричество, щоб батареї в хаті, вони ж хачають воду. Тільки світа в електричество нема, насоси відключаються. І все, і діти... Ось отут троє дітей несовершеннолетніх. Отут три інваліда в одному домі живуть. Там от діти на той вулиці дзвонять мені. Юхи, мій, що робити? Кажу, та сидю, дзвоню. Вона зверну, я записала? Що ви не знаєте? Я навіть вам не скажу. Записала, не записала, нам такі не треба, як вони. Завтра будемо розбиратись там. Добре. Записала ваше звернення. Передаю його в роботу. Номер звернення записувати будете? Що ви кажете? Записала ваше звернення. Передаю в роботу. Будете записувати номер вашого звернення? Та ні, не надо я це саме. Я завтра піду. Мені главное, щоб ви туди передали. Так, звернення записано. Передаю його в роботу. Ви чікуєте, будь ласка. Упродовж 14 робочих днів. Вам не дійде письмо. Відповідь на вашу адресу з визвання. Так, дякую вам велике. До побачення, дівочки вам. Так, до найкращого. До побачення. Так, ось ця дівчина так себе веде. А Долгінцевський сполком так себе веде. Хто там їх заставив так відповідати? Громаді. Перевибори треба робити немедленно в районі. Добрый день. Добрый день. Воно вхож. Так, оця в під'їзді воно влече. А що в вас служба відповідальність чергових? А хто за них відповідальність? Скажіть, будь ласка. Ну, до рей Комунхоза відносимося. До 101-го кабінету. Будь ласка. Добрый день. Добрый день. Скандалы. Чудять ваших исполкових. Ваші чергові роблять скандалы. Чому боже, що скандалуюся? Хочете послухати записи? Хочете послухати? Не, я вас не снимаю. Я фиксирую всі ваші рухи. Согласно 170-й і 171-й статті Уголовного кодексу. Кому вони подчиняються? Вині. Вам. Скажіть мені також, будь ласка. Коли дзвонять жителі нашого району, Довгинцевского, і кажуть, прийміть, будь ласка, заявку. Отключили електроенергію, відключили там воду. Вона повинна це робити чи ні? Вона приймає довідомо і може передати на... Ну, вона повинна взагалі приймається чи ні? Ну, як заявка, це не є заявка. Що вона повинна? Вона бере інформацію. Яку інформацію? Якщо її надають мешканці. Вот, значить, вона її бере. Да. Вона може записати в журнал, так? Да, вона записує. Якщо вона каже, ні, дзвоните самі. Куди? Скажіть мені, будь ласка. От, куди. Ось тут є 6 минут. Зараз я піду до вашого председателя, я йому включу. Механін послушає. Яку заявку у вас не приймається? Зачем ви селлюков берете сюди, в наш місто? Понимаєте? Зачем нам селлюки? Тут, необразовані. Як це селлюки? А от так це. А необразовані. Селлюк, знаєте, що таке необразовані? Як кажуть? Дівчину можна села вивезти, а з неї села вже не вивезеш. Ви захопилили це здання? Значить, зсилайтеся на Конституцію 96-го року. І не треба мені в альта гонять. Я не кажу, що іменно ви. Я ніодне ваше імя не назвав. Я вовсім, глобально, говорить. Я не сказав, що конкретно ви це зробили. Дякую. опять идем и туда по этими всеми делам да он как здесь конечно да я тут донесу информации за что-то дипломы и подявки вынесли хай люди побачивают вас же тоже бачили вы нам и нас тут подали жду никак не дождусь а что перехотелось то время свое да уже пришло школа 84 пришло все уже при чем тут а при том что вы военный городок вы довели до войны это все шныри кончене здравствуйте украина город кроворог посмотрели да это вчера 19 числа 11 месяца где-то примерно 17 чем-то там 40 50 выключили свет электроэнергию частном секторе если выключили электроэнергию значит и выключили отопление потому что насосы работает от электроэнергии и качают воду по системе по трубам ну и я решил позвонить долгинсовский с полком спросить что случилось а случилось а то и случалось а спокон веков почему такое время отключается потому что люди приходят домой и чтобы сэкономить газ на отопление потому что на улице не 10 градусов мороза когда включают отопление газовое он отапливает полностью дом а так человек зашел себе в комнатку включил себе там каминчик и душок пошел тепло и вот в это время когда люди доходят домой темно на улице сделать нечего и включает эти камины и выбивает нагрузка всего лишь им надо было приехать 20 рубильных и включить или поставить предохранитель который будет выдерживать позвонил я весь полком дали мне номер телефона этого дт как какого-то там днепровский или хер его знает откуда он что он всегда заблокированный я вас 8 надо туда звонил минут по 9 молчок гудки идут ну я решил позвонить опять в исполком и уже включить запись вы слышали нехотя она должна была донести эту информацию сама этому дт q так вот я исполкому еще раз повторяю если вы взялись за эти дела руководителю тут в районе в исполкоме значит берите и работайте а вот таких надо выгонять вообще чтобы их там и не было вырыть нормальных людей которые будут работать а знаете чего их не берете кто у вас там вы секретаря видели как она разговаривала она с военного городка 33 так вот мне рассказывали когда война началась а все эти военные там бомбоубежище они первые были бомбоубежище я так запрятались баллы будет мой поль так что вы поняли военные вы не военные вы крысы внутренние военные это те которые воюют слышали как она значит вот это вот с кем я разговаривал на них скажу это обла администрация я туда позвонил и сообщил им что нету электроэнергии мне звонят и спрашивают их и мой а у вас там нету электричество света ялю нету а у вас нету ялю нету и дети тут и грудные дети у людей так что войной прикрываться не надо рожай рождаются дети и во время войны и дорог и по дорогам мы ездим во время войны надо рождаться плодиться и строить все а это все вредители она рассказывает сейчас же война война вы чуете то вы до войны ни хера не делали и после войны ничего не будете делать посмотрим мы выборы какие будут кто будет ротинова выбирать вилкула президента вы поняли кто они знают кого брать себе на работу трудней которые будут за них голосовать она на меня полицию хотела вызвать так вот слушай я тебе еще раз расскажу всему исполкому кто вас уполноважен вызывать на нас полицию а инструкции ваши должностные инструкции ваши рабочие вы вообще туда заглядываете на кино я с вами уже разговаривал на эту тему хамское отношение там в школах весполкома хвая но посмотрим на выбора иначе я поставлю видеокамеру как вы туда заходите как вы уходите и чем вы вообще занимаетесь чтобы там себе магазины по выстраивали на лудане и вообще как вы земельные участки продаете ну ладно это потом смотрите пожалуйста про полицейских чем они занимаются опять тупят тупят всем удачи чтобы не было войны и плодитесь размножайтесь а а сейчас свет электроэнергию выключать нельзя и вообще я нельзя выключать иначе вы поняли как не говорили очень много будет деток это хорошо потому что темно ладно это все шутки удачи всем для улучшения вашей видимости на youtube канале принимаем помощь хоть маленькую копейку реквизит в описании под видео удачи всем удачи всем удачи всем удачи всем удачи всем